Что ж, дописываем калькулятор. Если вы не смотрели прошлое видео, я вам настоятельно рекомендую это сделать. Я немного переделал код, убрал передачу аргументов в методах. Посмотрим на добавление цифры. Зачем нам передавать текст нажатой кнопки, если можно просто взять текст из нее? Для этого существует такая концепция, как сигналы и слоты. Мы храним в переменной Qt объект, который посылает сигнал. Для этого существует метод sender. В нашем случае сигнал это нажатие кнопки, то есть в переменной будет храниться последняя нажатая кнопка. Дальше нам нужно как-то понять, что нажатая кнопка это цифра. Для этого нужно создать кортеж с именами кнопок цифр. Затем нужно создать условия. Если имя объекта, которое послало сигнал, есть в этом кортеже, значит выполняем тот самый метод добавления цифр из второй части. То же самое я проделал с добавлением временного выражения и с математической операцией. Еще я поменял максимальную длину поля на шестнадцать символов, как в Windows калькуляторе. Давайте добавим отрицание. Логика проста. Если отрицания нет в поле, значит добавляем. Иначе убираем левый символ с помощью среза один двоеточия. Не забываем про дополнительное условие для нуля. Возникает такая проблемка. При максимальной длине отрицание вытесняет последнюю цифру. Так работать, конечно же, не должно. Давайте добавим в конструктор переменную максимальной длины поля ввода. Взять ее можно с помощью метода maxLength. Если длина строки больше этой переменной на единицу и в строке есть отрицание, то ставим максимальную длину поля больше на единицу. Иначе ставим обратно дефолтную максимальную длину. Хорошо, с отрицанием разобрались. Переходим к кнопке Backspace. Давайте сразу посмотрим, как должен вести себя метод. Когда длина поля равна единице, нажатие на Backspace ставят в поле 0. Еще он ставит 0, когда в поле есть одна цифра с отрицанием. Во всех остальных случаях кнопка Backspace обрезает последний правый символ. Я предлагаю сделать такие условия. Если длина поля не равна единице, то добавляем еще одно условие. Если длина равна 2 и есть отрицание, то ставим 0. Иначе обрезаем правый символ срезом двоеточия минус 1. Если же длина равна единице, то просто ставим в поле 0. Окей, теперь предлагаю посмотреть на такую ситуацию. Когда во временном выражении есть равенство, следующая нажатая кнопка должна удалять его. Но удалять должна не любая кнопка, а цифра, точка, отрицание, Backspace и очищение поля ввода. Разберемся с ошибками. При нажатии на кнопку равно, когда во временном выражении уже есть равенство, программа выкидывает KeyError. Добавим функцию вычисления, конструкцию TryAccept. В PyCharm это можно легко сделать с помощью выделения кода и нажатия клавиш Ctrl-Alt-T. Вообще, в калькуляторе Windows оно продолжает читать, но у нас будет лучше, у нас ничего не будет происходить. Вот это поворот! Ну и конечно деление на 0. Ошибка ZeroDivisionError. Пишем еще один Accept. Давайте создадим переменные для сообщения об ошибке деления на 0. Пишем метод для показа ошибки. Передаем в него текст. Сначала ставим максимальную длину поля, равную длину текста ошибки, а затем уже ставим сам текст. Если число в лейбле равно 0, то ставим ошибку «Результат не определен». Иначе ставим простое сообщение о делении на 0. Так, я не понял. А, понял. Да, текст влезает за пределы окна, режет глазики, понимаю, но это мы решим потом, потерпите. Сейчас нужно убрать все это дело. Если текст поля равен какой-то ошибке, то ставим максимальную длину поля обратно к дефолтному значению и ставим текст 0. Ставим удаление ошибки в начало этих методов. Теперь заблокируем кнопки знаков, точки и отрицания. Для этого существует метод setDisabled, в который нужно передавать логическую переменную, чтобы заблокировать true, а чтобы включить false. Смотрите, на кнопки нельзя кликнуть, но по интерфейсу так сразу и не скажешь, пока не наведешь. Что нужно сделать? Нужно сделать текст кнопок серым. Напишем метод изменения цвета кнопок. Мы будем передавать в него CSS строку с цветом. Для блокировки у нас будет серый цвет 3 восьмерки. Оп, я дуралей, забыл поменять метод на setStyleShift. Теперь нужно включить кнопки. Передаем boolean переменную в метод блокировки и ставим ее же в setDisabled для кнопок. Еще нужно вернуть кнопкам белый цвет. Давайте уже наконец-то решим проблему вылезающего текста. Ох, как же долго я с ней возился. И вот такое было. И вот такое было. И вот такое было. Текст. Нет, и я не вижу. А он есть. На самом деле решение оказалось довольно простым. Для начала добавим дефолтные значения размеров шрифтов. Для поля 40, а для всего остального 16. Теперь создадим вспомогательные методы для получения ширины текста в пикселях из поля и лейбла. Вот такая строчка возвращает нам ширину ограничивающего текст прямоугольника. Регулируем размер шрифта в поле ввода. Пока ширина текста больше ширины окна, мы уменьшаем размер шрифта на единицу. Нужно проставить этот метод после любого изменения длины текста в поле ввода. Как менять размер шрифта, когда растягивается ширина окна? Для этого в пайсайт существуют встроенные ивенты. Нам нужен ресайз ивент. Мы только уменьшаем размер шрифта. Нужно его еще увеличивать при уменьшении ширины текста и увеличении ширины окна. Тут еще отнимем от ширины поля 15, так будет лучше. Пока ширина текста меньше ширины окна, увеличиваем размер шрифта, но не больше дефолтного значения. Работает правильно, но не совсем. Отнимем теперь 60. То же самое проворачиваем с временным выражением. Также ставим везде, где изменяется длина текста в лейбле. И вот тут еще 10 поставим. Вообще шикарно будет. Так, еще я вам обещал поставить несколько шорткатов для одной кнопки. Давайте это сделаем в файле дизайна. Найдем метод setShortcut для точки. Для каждого шортката из кортежа, запятая точка, вызываем объект QShortcut. Его нужно импортировать. Затем пишем вот такой синтаксис. Проверяем. Нажимаю и точку, и запятую. Верите? Теперь сделаем то же самое для кнопки равно. В кортеже будут клавиши равно, интер и ретерн. Нажимаю три эти кнопки. Верите? Не верьте, у меня урезанная клавиатура. Но все должно работать. Давайте сделаем код немного компактнее. Вообще, это можно было сделать в самом начале, но мы сделаем в самом конце. Смотрите, какую штуку еще нашел. Когда нажимается деление с нулем в лейбле, возникает ошибка typeError. Давайте посмотрим на калькулятор в других системах. В Ubuntu 20.04 все нормально работает. В macOS 10.15 Каталина тоже. Ля, как флексит единичка. Вы представляете, чуть не забыл вам показать вот такую интересную проблему с вычислением некоторых выражений. Эта проблема не связана конкретно с питоном. Она присутствует и в других языках. Вот вам пример в JavaScript. Все дело в том, что вещественные числа не могут быть точно представлены из-за особенностей их реализации в двоичном виде. Если вы заинтересовались темой, вы можете посмотреть про арифметику вещественных чисел и про стандарт 754. Ну а как бороться с этой проблемой? Можно использовать библиотеку Decimal. Вот пример ее работы. Вот вам и задача со звездочкой. Переделайте вычисление калькулятора с библиотекой Decimal. Конечно, можно найти еще уйму изъянов в работе калькулятора. Но, камон, ребят, я и не претендую заменить системный. Зачем? Я думаю, получилось вполне неплохо относительно уже существующих туториалов на калькулятор в интернете. Пишите в комментарии, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Может, какую-нибудь идею возьму на вооружение. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно.